Привет-привет! Поздравляю всех с началом учебного года, всех студентов и всех школьников. Надеюсь, что вы очень рады этому. Я знаю, что многие не любят 1 сентября, но думаю, что это 1 сентября для кого-то последнее в школе или первое в университете. Так что я желаю вам, ребят, удачи с экзаменами или наоборот, с началом студенческой жизни. Или же, может быть, вы просто уже все закончили и просто радуетесь сентябрю, как радуюсь я, потому что я не работаю и уже давно не учусь. Поэтому для меня сентябрь это просто начало осени. И осень я люблю с недавних пор. И вообще советую вам приучить себя любить все сезоны, тогда ваша жизнь реально станет намного легче. Но сегодня мы с вами будем говорить про мои летние фавориты, про август. Надеюсь, что мы с вами временно перенесемся в лето, в теплую погоду. И я вам расскажу, что я люблю его на протяжении августа. Так что фавориты августа, поехали! Что ж, событием августа, конечно же, стала моя поездка в Болгарию. Я месяц провела на море. Это, конечно, чудесно быть рядом с водой, потому что все-таки я, несмотря на то, что, знаете, я огненный знак, для меня вода это какая-то особая вообще субстанция, хоть и не моя стихия. Безумно успокаивает, наводит на всякие умные мысли и вообще находится рядом с водой для меня невероятный кайф. Еще, наверное, из событий я выделю очень странное событие. Я впервые... Точнее, моя мама говорит, что мы уже были в дельфинарии. Но лично для меня в осознанном возрасте, мне кажется, я впервые побывала в дельфинарии и видела дельфинов. И на меня это произвело такое большое впечатление, вы не представляете. Я вообще не думала, что этот настолько мило, и это одновременно было немного страшно, потому что они такие большие, но они такие миленькие, они издают такой странный звук. Я не знаю, в общем, у меня столько эмоций касательно моего похода в дельфинарии, как будто мне не 23, а лет так 5. Что касается фаворитов, то номером 1 просто всего августа была такая штучка, как объектив на телефон с эффектом фиша. Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Очень давно я хотела себе эту штуку, честно говоря, очень давно. И вот одна из моих прекрасных подруг подарила мне это на день рождения. Много я, в общем, с ним ковырялась, экспериментировала, куча у меня фотографий, вы не представляете. Это прекрасная вещь, особенно для снятия всяких влогов, что я, в принципе, планирую делать этой осенью. Если вы хотите увидеть вообще результат вот этих вот моих всяких приключений с фишаем, то вы можете посмотреть это в моем инстаграме, там достаточно много фотографий. Оцените это все. И вообще подписывайтесь на меня, пишите мне тоже там. Мне очень приятно, когда вы пишете, и мы с вами как-то знакомимся. Как-то, скажем так, как же это говорится, не контакт, чем это некрасивое слово, а общаемся. Следующим моим фаворитом было кокосовое масло. И скажу я честно, я вообще не особо люблю вот это вот ощущение масла на теле, но многие-многие люди вокруг меня фанатеют от кокосового масла. Это просто чудесная какая-то вещь. Я к нему совершенно спокойно отношусь. И вообще я к нему никак не относилась до пары до времени. Но я решила, что все-таки месяц на солнце, учитывая то, что я очень люблю загорать, это такое большое испытание для моей кожи. И, в общем-то, что я сделала? Я просто смешала кокосовое масло вместе с маслом, которое, скажем так, ускоряет ваш загар. Я думаю, многие из вас знают, о чем я говорю. Такой экспресс-теннер. И эффект мне безумно вообще понравился, потому что, знаете, я вот... Окей, я сейчас объясню. Когда вы загораете, очень часто же вы, наверное, замечали, что кожа трескается, то есть она сохнет, она такая вся бедная, несчастная, под солнцем круглыми сутками. А благодаря кокосовому маслу во многом я постоянно чувствовала увлажненную кожу. То есть у меня никогда не было вот этих трещин на протяжении месяца. Я не была вот этой вот, знаете, шуршавости вот этой вот... В общем, у меня была такая счастливая, загорелая кожа, которую, к сожалению, в связи с погодой в Москве никто не увидит. Что ж, мой следующий фаворит – это бальзам для губ с защитой SPF 15. О губах нужно заботиться, в этой, так знаете. Вот этот вот бальзам, о котором я говорю, я привезла с собой еще, когда отдыхала на Кипре. И в нем также есть кокос. В общем, какой-то месяц кокоса. Вот, безумно он мне понравился. Я вот сейчас просто, как смешать, все думаю, где мне его найти, потому что нигде в Москве я не встречала этот бренд. Надо поискать. В общем-то, я помню, что когда я покупала этот бальзам, у них был целый стенд вот этой вот органической косметики, ухода за телом. Ай, это так здорово вообще! Я просто обожаю вот эту вот тенденцию всего натурального, того, что не вредит вашей коже, а наоборот только питает и увлажняет ее. Что касается этого бальзама, весь его сок в том, что он очень долго остается на губах. То есть, вот ты его наносишь утром, и он у тебя часа четыре, и ты вот еще чувствуешь его на губах. Шикарно защищает губы. Многие люди забывают, знаете, о губах, как-то, типа, а, ну ладно. Забойтесь о своей коже, особенно если вы загораете, это вообще не секрет, мне кажется, везде об этом говорят, но я повторюсь. Носите обязательно защитное лицо, потому что лицо страдает вообще в первую очередь, оно стареет, безумно кожа лица, поэтому я всегда-всегда загораю с защитой 30, а то и 40. Как вы могли заметить, цвет моих волос изменился. Я покрасила волосы на сегодня рождение, впервые я их полностью покрасила, вот, ну не знаю, мне цвет нравится, такой супер шоколадный, в принципе, то, что я хотела, потому что на самом деле я очень переживала, потому что я знаю, что это такая жуткая проблема, когда ты идешь к парикмахеру, и ты боишься, что он сделает что-то не так с твоими волосами, цвет будет не тот и так далее, плохая краска, в общем, не знаю, в общем, куча-куча страхов у меня было, ну, слава богу, все обошлось, цвет мне безумно нравится, наконец-то эти белые концы ушли, и вот сейчас мы активно отращиваем волосы, я и волосы моих отращиваем. Вот, почему я заговорила о волосах? В связи с тем, что цвет изменился, естественно, пришлось подстроиться под него, и в этом месте у меня был новый карандаш для бровей, в таком коричнево-шоколадном оттенке, обычный карандаш от Golden Rose, вообще, я еще раз убедилась, что я люблю Golden Rose, вот серьезно, не нравятся их продукты, особенно, наверное, уже в сентябре я буду рассказывать про всякие помады и карандаши, от которых я просто фанатею, вот, непосредственно карандаш, про который я говорю, обычный карандаш, вот честно, просто он хорошо очень подходит под цвет моих сейчас волос, вот, ну и вот эта вот щеточка на колпачке, просто мастер-хэд, мне кажется, всех карандашей для бровей, и говоря, продолжая тему бровей, в этом месте я также обожала просто гель для бровей от Maybelline, который, скажем так, немного с таким коричневым, точнее, не немного, а коричневого цвета, тут, конечно, такая история есть, маленькая предыстория, у меня этот гель уже, честно говоря, месяца два, но сначала он мне не нравился, потому что, вы знаете, он очень странно засыхает на бровях, то есть вот прям, вот они склеиваются, окей, но потом, естественно, я поняла, что просто его нужно меньше наносить, и все будет здорово, и иногда, когда мне просто лень подрисовывать их карандашом, я просто пользуюсь только гелем, точнее, ну, туда, гелем для бровей, вот, и я очень довольна, очень. Я знаю, что очень многие ютуберы любят включать еду в фавориты месяца. Как-то у меня раньше этого не было, то есть я, в принципе, люблю покушать, как и все, наверное, но не было такого, чтобы я прям вот что-то любила так сильно, вы не представляете, просто реально какая-то зависимость от этого продукта. У меня есть, я сейчас говорю про арахис. Да, так, да, я люблю арахис. В общем-то, это не просто арахис, это арахис в панировке. Я разучила говорить на русском. Это арахис в панировке, который я ела просто каждый день, и на самом деле это отвратительно, потому что, как вы знаете, орехи очень калорийные, я ничего не могу с собой поделать, я даже привезла с собой его сюда, в Москву, но, слава богу, мои запасы уже почти заканчиваются. Еще один странный фаворит, ну, как странный. Я вам часто рассказываю про приложения, которые я люблю. Так вот, в этом месяце я любила одну игру, в которую я играла тоже практически все время. И вот сейчас вы можете конкретно бросить в меня помидор тухлый или яйцо, не знаю. Это игра Ким Карташьян, где ты... Вкусно, мне даже стыдно про это говорить, понимаете. Мне 23 года. Я играю в какую-то игру про то, как, типа, стать слеблюдей. Like, what? В общем, эта игра... Суть игры в том, что ты, значит, покоряешь Голливуд. У тебя, типа, съемки, ты то модель, то ты ходишь по подиуму, то ты снимаешься в фильме, то ты идешь, типа, на открытие какого-нибудь бара, в общем, что-то такое. Не знаю, чем там звезды занимаются. И ты, как бы, проходишь всякие разные уровни, вознаграждения, у тебя задания. В общем, это что-то а-ля Sims. Ну, так как я в детстве была диким фанатом Sims, мне просто интересно, понимаете. И меня это пугает, что мне интересно играть в игру, где ты должен стать звездой. И мне 23. Что касается музыки, этот месяц тоже был необычный, потому что практически весь месяц, помимо того, что я слушала то, что я слушала на протяжении лета, у меня только один фаворит. Это один исполнитель, который, в принципе, и до этого был в моих фаворитах, скажем так. Но весь месяц просто non-stop я слушала 4 его песни. Я их напишу где-нибудь на экране. Я сейчас говорю про Джона Леджента. Не знаю, мне кажется, вы не очень любите, когда я включаю песни в видео. Ну, прям включаю, чтобы вы их слушали. Если любите, напишите мне об этом. Если не любите, тоже напишите. Попробую что-нибудь с этим сделать. Вот. Из музыки больше я просто ничем не могу с вами поделиться, потому что, действительно, я слушала весь месяц Джона Леджента. Всё. Что ж, этот выпуск фаворитов был какой-то немного странный. Но, на самом деле, это все мои фавориты за месяц август. Потому что я была ленивая в августе, и мне было лень краситься, например. Мне было лень вообще что-либо делать. Я даже читала так себе мало. Хотя, знаете, у меня были такие вот супер куча планов. Я прочитаю эту книгу, потом эту. Может, мне не хватит книг, может, я с собой побольше. Наивная Ника. Вот. Как я уже говорила в начале видео, я очень рада, что наконец-то пришла. Осень, сезон шарфиков, пальто, тёплых вещей. Я почему-то скучала по этому сезону, хотя, наверное, мало кто из вас меня сейчас поймёт. Но да, на самом деле, я excited касательно этой осени. Очень excited. Excited. Буду говорить с акцентом. Excited. В общем, ребят, хорошим, хорошим, что происходит? Ребят, хорошего вам сентября. Не знаю, что происходит. Почему я могу нормально говорить? Забейте. Хорошего вам сентября. Радуйтесь, как я люблю всегда говорить в своих видео. И творите, потому что сентябрь, на самом деле, это хорошее начало. До конца, ну, точнее, до конца года осталось всего лишь 4 месяца. Так что, если вы давали себе какие-то обещания, да блин, если вы давали себе какие-то обещания касательно вот этого года, ребят, он заканчивается. Так что, давайте скорее делайте что-то, меняйте что-то вокруг себя. Я вот буду работать над своими обещаниями, наконец-то, в Москве. Вот. Я вас крикоцелую, обнимаю. И это всё. Пока-пока.